Протесты против повышения налогов в Кении переросли в кровопролитие. Полиция открыла огонь по протестующим, которые пытались штурмовать парламент. В результате погибло не менее пяти человек. Ещё десятки получили ранения. На этих кадрах видно, как протестующие находятся в зале Национальной Ассамблеи Кении, требуя отставки президента Уилия Марута. В телевизионном обращении к нации глава государства заявил, что безопасность кенийцев остаётся его высшим приоритетом. Он также обвинил в насилии опасных преступников. «Сегодня было совершено беспрецедентное нападение на демократию Кении, её верховенство закона и целостность конституционных институтов. Группа преступников подорвала законные права и свободы граждан, включая право на собрания, демонстрации, пикетирование и подачу петиций в государственные органы со стороны законопослушных граждан Республики Кения». Ранее кенийские законодатели одобрили закон о повышении налогов. При этом полиция открыла огонь после того, как слезоточивый газ и водомёты не помогли разогнать толпу. Протестующие частично подожгли здание парламента. Законодатели эвакуировали через подземный туннель. Министр обороны Кении заявил, что на помощь полиции направили армию. Протесты и столкновения также произошли в ряде других городов и деревень страны. Это прибрежный город Мамбаса. «Налоги такие высокие. Они облагают налогами наши зарплаты и все вещи, которые мы покупаем. То немногое, что остаётся, тоже облагается налогами». Законопроект призван собрать дополнительные 2,7 миллиарда долларов в виде налогов, чтобы сократить государственный долг. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал силы безопасности Кении к сдержанности. Также он призвал протестующих вести себя мирно. «Очень важно, чтобы соблюдали права людей на мирные демонстрации». Между тем, Белый дом заявил, что Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией в Найроби и призывают к спокойствию.